Ничего, второй нож, все хорошо, так же прошло, а вот я ему просто вернулась сюда. Малыш такой, может быть. Хочется себя по рукам бить, чтобы не трогать, очень хочется, но сейчас он завешивается, его буду проверять вес до сегодня. Вдохвостик, конечно, это ничто, он еще мягенький, очень мягенький. Меня тут встречает шпика, вы-то понятно, шпик. Обходишь сзади, не подойти через собак, да? Ой, пузико мое. Да, конечно, и вы, и вы, ой, боже мой, еще вы. Умочка, как твой твой? Шипун твой как тут? Классно, да? Ой, какой, ой, какой, ой. И любит, чтоб его погладили, да, любит, чтоб погладили, ой. Ты мой сладкий, да. Не ты моя сладкая, ты, конечно, самая сладкая. Как видите, вот те, кто там, ой, ой, шипун переживает, что котят забрала. Умка до сих пор меня все равно после этого подпускает, хотя, как бы, ну, кошка не глупая, думаю. Она заметила, что я их забрала, она видела, что я их выношу, но, как видите, она спокойно все равно меня подпускает к котятам. Этого шипуна я пока не забираю. Я хочу первоначально попробовать все-таки объединить Ханну и Умку, чтобы на них остался один котенок и, возможно, как раз-таки она. Да, потому что, я говорю, у него прям вот плохо он набирает вес, несмотря на мои докормы, несмотря на то, что Умка его кормит. Ой, ой, ну, такой красивый не могу, сладкий ребенок, хочется тискать, тискать хочется, тискать хочется, малыша. Да, легко. Пойдешь гулять? Ой, сладкий ребенок, сладкий, ты сладкий ребенок, ты сладкий ребенок, очень-очень сладкий ребенок, очень сладкий. Пойдемте посмотрим, что там у Ханы. Ханита, Нита, сосут тебя, да? Кистиухую. Ее носик уже светлеть начинает у Ханочки. Ой, все-таки радостные, сразу вурчат. Какой сладкий малыш. Да, сладкий малыш. Привет, сладкий малыш. Ну, а что за красотыны? А ты пойдешь гулять? Нет, у Ханы тут шишечка не нравится, но сейчас пока я с этим ничего не могу сделать, потому что она кормит, я не могу ее, но ветеринаров, естественно, не подпустят посмотреть, что там за образование. Ну, не нравится мне это, шарик этот непонятный. Ну, для этого, конечно, придется ее наркозить, потому что ветеринаров она просто так не подпустит, даже потрогать. Иди, подождем чуть-чуть. Ой, опять присосалась так. Иди, можешь выйти. Там, наверное, Умка вышла, судя по крикам. О. И Ханна. Да, Умка вышла, судя по... По Мартину сразу видно. Умка. Паспортные данные сверяют. Умочка нюхает, нюхает, все смотрит. Проверяешь? Ну, ты лотки любишь проверять, я знаю, да. Как травки-то много у них в этот раз. Да, хорошо, что я в этот раз посеяла немножко, побольше стало травки. А то здесь как-то из-за того, что вот таптывают, вообще очень мало травы получается в этой части. Все верно, паспортные данные сверены? Точно она ходит туда в туалет? Так они, когда отлежались, ходят поначалу странненько. Потом уже это расхаживаются. Ой, две красоточки, две красоточки. Оп, ну. Ой, ну, ну, сладкий. Ханна, видно, соскучилась уже по Умке. Укает. Аниточка, красоточка. Мартин, Мартин. Как же, его невеста вышла. Пошла котеночка смотреть. Не твой там? Итак, сейчас будет просто супер рекомендация для моих подписчиков. Потому что, во-первых, вы часто спрашивали меня про уборку. Во-вторых, конкретно про эту швабру. Видео вы ее видите и спрашиваете. Сейчас расскажу подробнее. Потому что я просто... Какое там выражение? Собаку съела на этом? Еще что-то. Вы представляете, насколько у меня уборки. И как долго я что-либо себе подбираю. Ну, вот прям нашла и сейчас порекомендую. А у меня появилась просто потрясающая швабра. Я думаю, вы эту коробочку очень часто видите здесь. Потому что она у меня всегда практически стоит с водой. С моим количеством животных. Особенно, как котята, еще что-то. Уборка постоянная. На чем сейчас сразу буду заострять внимание? Берите только эту фирму. Только эту. Я вам вот сейчас покажу аналог. То, что я брала просто потому, что оно дешевле. И у меня в разных домах разные... Система как бы одна, задумка одна. Но фирмы разные. И, в общем, я брала, типа, какой-то ноунейм. Она, да, была дешевле. Но после того, как я заказала изи-клин. Это просто... У меня такой шок. Я не понимаю, почему я до этого вообще что-то пыталась другое найти. Потому что в сравнении очень сильно видна разница, как это все устроено. Насколько все лучше сделано, качественнее. Даже сам пластик. Очень удобная швабра, которой можно убираться одной рукой. Вы ее берете. У нее есть влажный отсек. Вставляете, где вода. Дальше вы ее вставляете в отсек для просушки. И моете. То есть руки у вас постоянно сухие. Ничего не нужно делать. Вот здесь даже есть такие спусковые штучки, чтобы даже не переворачиваться. Просто открывать и сливать. Швабра очень удобная. Она маневренная. Ей можно мыть любые поверхности. Я в том числе мою и лестницы. Потому что она пролазит везде. Поворачивается на 360. Это безумно удобно. Ей можно мыть также и окна. Мне кажется, одной рукой не очень удобно мыть. Но тем не менее. В общем, она очень-очень маневренная. Плюс телескопическая ручка. Она подстраивается под любой рост. И вам будет очень удобно. Сказать вам хотела. Здесь из микрофибры сделанная тряпочка. Надежно фиксируется. Очень хорошо впитывает. Сейчас специально что-нибудь пролью. И покажу вам, насколько она классно впитывает. Но самое главное, что она, например, по-моему удобнее. Очень маневренная. То есть все углы под диваном залазит. Все у нас совершенно спокойно. В том числе даже большое вот это окно с другой стороны я тоже мою ей. Потому что я просто не дотягиваюсь по другому. Мега удобная, быстрая. У меня, говорю, она всегда стоит просто уже в комнате с водой. Я просто вечером меняю воду. И целый день я что-либо притираю. Итак, сейчас я вам наглядно покажу. Если вы случайно пролили кофе. Как оно впитывает. Упитывает. Это просто. Кот такой. Женщина, а тебе что? И так мало уборки. Зачем ты что-то проливаешь специально? Вы посмотрите. Все. Дальше вы просто ее отжимаете. Все это делаете. В общем, это просто находка. Сейчас, как обещала, покажу сравнение. Я знаю, что многие так не делают. Но я так сделаю. Потому что я реально была в шоке. Во-первых, обратите внимание на качество пластика. То, что здесь ничего не отходит. Вот. Два отсека. Видите, здесь вот такая прорезиненная штучка, которая собирает всю вот эту шерсть, все это, чтобы щетка очищалась. И вот здесь вот колесики. Из-за этих колесиков щетка лучше двигается. У них еще есть дополнительная резиновая щеточка. Вот эта, которая... Можно почистить всю тряпку из микрофибры от шерсти. Но, если честно, я еще ни разу не пригождалась. Потому что вот эти вот всякие штуки, которые очень продуманно сделаны, очень хорошо все это очищает. И сейчас я покажу аналог, который я взяла более дешевый. Давно уже. У меня в каждом доме. Сейчас реально специально покажу. Я очень люблю эту тему. У меня в каждом доме такие штуки стоят. И вот аналог. Он, видите, уже выставился у меня на улицу. Здесь совсем другая вот эта штука сделана. Она четко не фиксируется. Но это не самое главное. Самое главное. Видите, система. Вот здесь она постоянно. Из-за того, что не сделано ни колесиков, ни прорезиненных штук. Все время плохо снимается шерсть и грязь. И вот эта штука задевает и рвется постоянно тряпка. Ну и, соответственно, здесь то же самое. Здесь, видите, не резинки, а просто такие щеточки. Которые тоже приходят потом еще чистить. Ну и пластик. Видите, как отходит. Вот хотя, хотя, вот посмотрите со стороны. Казалось бы. Типа, ну они же одинаковые, да? Вот. Не повторяйте моих ошибок. Так что, как говорится, скупое платье дважды. В моем случае четырежды. Потому что у меня в каждом доме, ну, три-четырежды, четверто я уже купила изиклин и безумно рада. А так у меня в каждом доме такая система стоит, чтобы было удобно убираться. То есть у меня, учитывая, что рептилийный дом, кошачий дом, мой дом. То есть тут в каждом все стоит. Вот. Я ссылочку оставляю, чтобы вы точно не перепутали. На разных маркетплейсах они есть. Обязательно переходите, покупайте. Это очень удобно, очень экономит время. И реально у меня теперь, я просто, ну, для меня это уже стало незаметно. То есть у меня всегда она стоит наполненной. Я всегда что-то подтираю. И у меня всегда дома чисто. Для меня это очень важно. Прям очень. Вот. Так что советую переходить. Умочка, умочка. Ой. Бурчушки. Бурчушки. Залипла кошка. Что-то там унюхала. Ой, как классно. Рысятки пищат, но что-то все равно. Не хочется и колется друг с другом пообщаться. Серьезные дамы стали. Ум, там, кажется, твой пищит. Хан, не хочешь проверить? Как они задолбали уже пищать? Не хочет. И Умка тоже не хочет проверить. Кажется, Хану все-таки тронули звуки малыша. Так, говорит, где твоя мать? Ну, она явно отвечает, что это не ее малыш. А мать там, в загуле. Пока Умка на разборках, Хану все-таки пошла успокаивать по ходу малыша или нюхать его. Нет, не твой. Не хочешь? Пусть сама разбирается. Ну, чего ты обпищался? Мать зовешь? Пойдем, я тебе покажу, где мать. Мать, гуляй. Пойдем, тоже по травке погуляешь. Пойдем, пойдем. Малыш, пищит, а ты переживаешь? Вот мама пришла, мама пришла, да. Все, понесла? Понесла? Кто он тебя звал? Звал, а ты? Пошла, в будку отнесла. Кажется, Умкина прогулка закончилась. Уволок ее пищащий котенок. Что, истеричный немного у тебя, да? Ой, ой, идет-то как уверенно уже. Ой. Ну да, все, кажется. Повалялась в траве, мать, и хватит. Занюхнула, свобода, и хватит. Сам не знает, чего хочет, и сиську не хочу, и еще не хочу. Просто чего-то хочу, не знаю чего. Типичный ребенок. Просто хочу ходить и орать. Ходить, правда, еще не очень умею, но орать очень хочется. Ко мне идешь? Ну, иди. Иди ко мне. Иди сюда. Иди, поглажу. Иди. Давай. Ты ко мне хотел? Понятно, Умка. Ко мне хотел тебя почесать, погладить. Давай, пузо поглажу. Давай. Нет. Шатунок такой еще. Ходить-то не умеет, но что-то ему надо. Что-то ему надо вечно. Что-то ему надо. Давай, ко мне иди. Да. Ты же мой сладкий. Все ему уже интересно. Все ему уже интересно, да? Весь этот мир. Ты же такой уже глазки открыл. Еще толком они не видят, но все интересно. Вот. Так, Умку, господи, наконец он замолчал. Теперь еще можно полизать. Ой, полизать, пососать. Как наминает тебя, да? Ой, как наминает. И что тут за ресиной рай у меня? Все покушали. Все валяются у меня на ногах. Да. Да, все валяются. Ой, все валяются. Да. Все качалки. Все качалки. Вот этот самый привередливый. Кушать никак нормально не хочет. Совсем по чуть-чуть кушает. Да. Да. Все качалки. Да, Алисочка, аккуратненько только. Да. Всех потискали, всех пообнимали, всех накормили. Теперь спадки. Теперь, конечно, ничего покормить. Ну вот упираешься. Вот упираешься прям. Прям упираешься. Садись. Ну ничего. Я знаю, ты будешь хорошо... Вот по небу едет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова